Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет продолжаем читать книгу пророка Малахии. На очереди у нас третья глава книги. Третья глава начинается замечательными словами, словами прямой речи Господа. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел Завета, которого вы желаете. Вот он идет», — говорит Господь Саваоф. Ангел Господень, ангел Завета, Малах, Малах на еврейском языке ангел, само имя автора книги тоже ангел Господень, Малах. И вот здесь говорится об ангелах. То, что сказано в первом стихе этой третьей главы, будет развиваться в заключительной, четвертой главе книги, и к этой теме мы еще вернемся. И в той самой четвертой главе этот самый ангел Завета будет отождествляться с пророком Божиим Ильей. Слова эти, слова об ангеле третьей главы, будут осмыслены новозаветными писателями священными, новозаветными авторами, как мессианское пророчество. И будут они прилагаться к Иоанну Крестителю, предтече Христову. «И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он, как огонь расплавляющий и как щелок очищающий». Эсхатологическая тема начинает звучать в книге. Тема божественного вмешательства в историю, тема судного дня, тема конца времен. И сядет, сказано в третьей стихе, Господь сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Продолжает звучать тема первых двух глав. Тема священства, тема храма, тема жертвоприношений. Жертвы должны быть чистыми. И только чистые сыны Левия могут приносить эту жертву, чистую жертву Господу. Если же сыны Левия сами духовно нечисты, да, пусть они ритуально совершенно чисты, но если они лукавы, духовно нечисты и лицеприятны, в таком случае они сами подвернутся очищению. И Господь переплавит очень суровым способом, как металлург переплавляет серебро, очищая его тем самым от примесей. И он будет, как огонь, сам Господь расплавляющий и как щелок очищающий. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние. Жертва, приносимая людьми духовными, людьми чистыми, она Богу угодна и приятна. Вспомним жертву, которую приносил Авраам, которую приносил Яков. Они всегда принимались Богом. Они были от всего сердца и лучшие из скота приносили патриархи, право отца израильского народа. Вот, к сожалению, моральное, духовное состояние потомков Леви, освященников, современников, автора этих слов, оно не было столь высоким, каким было у Авраама и Якова. «И приду к вам для суда, говорит Господь». Здесь имеется в виду, конечно же, суд эскатологический, суд в конце времен. «И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложным и удерживают плату у наемника, притесняя вдову и сироту, и отталкивают пришельца. И меня не боятся, говорит Господь Саваоф». Пятый стих очень содержательный. Здесь говорится о божественном суде над всеми нечестивыми в народе Господнем, вообще над всеми. И Господь обличит в Своем народе тех, кто занимается чародейством, что запрещено, занимается колдовством, занимается ворожбой, нарушая тем самым прямую и ясную совершенно заповедь Божьего закона. И с чародеями наряду идут прелюбодеи. Здесь, видимо, следует понимать в прямом смысле, не в переносном, прелюбодеянием духовным называется у пророков идолопоклонство, но здесь, скорее всего, речь идет о прелюбодеях в прямом смысле этого слова. Те, которые изменяют своим женам и занимаются прелюбодеянием, прелюбодейством. И другая группа людей — это те, которые клянутся ложно, а клясться они клялись именем Божьим. Они это имя употребляют для ложных клятв. Как можно святое божественное имя употреблять для того, чтобы клясться во лжи? Господь не оставит без наказания того, кто не просто имя здесь в суе произносит, а употребляют совершенно нечестивых целей для того, чтобы этим именем клясться, обманывая других людей в чем-то лжи. Дальше наемники. Наемника плату удерживать нельзя. Если наемник, поденщик работал у тебя целый день среди твоих стад или в твоих садах и полях, ты должен в конце этого рабочего дня заплатить ему плату, плату поденщика. Вспомним притчу евангельскую о этих самых наемниках, нанятых в разные времена дня, в разные часы, и которые получили в конце дня плату. Так вот, плату наемника удерживать — это величайшее преступление. К сожалению, это преступление встречается среди христиан и сегодня. Долгие годы мне приходилось служить в странах Южной Европы, в Италии, Испании, Португалии, и неоднократно приходилось слышать жалобы наших прихожан, гастарбайтеров на то, что их работодатели, испанцы, португальцы, удерживают у них плату. Они договариваются с ними, не подписывая никаких трудовых договоров, полагаясь на слово, на честное христианское слово работодателя. А в конце это слово оказывается ложным. И или у них удерживается плата, или выплачивается часть платы, и в результате происходят даже конфликты. И некоторые, те, кто не могут себя сдержать, и обида, и горечь переполняют их, они нападают на своих работодателей, и даже бьют их, или угрожают, по крайней мере, побить. Из-за этого подвергаются суду и попадают в тюрьмы. И в этих тюрьмах мы их там навещаем. То есть эта тема, тема удержания платы у наемника, она актуальна и в наши времена. Хотя, казалось бы, у христиан-то уж этого быть не должно, но, увы, не всегда тот, кто нанимает человека на работу, поступает с ним честно. Удерживать плату, это значит воровать у человека его труд, воровать то, что честно им заработано. Вот на какие деньги ты договорился с ним, пусть это даже устная сделка, трудовая сделка, пусть это даже устный договор, ты должен наемнику выплатить все до копейки. А если он хорошо и честно работал, то, я думаю, он достойен еще и премии с твоей стороны. Ну вот, среди того общества, которое должно было жить и функционировать по заповедям закона Божия, закона Моисеева, увы, сплошь и рядом были нарушения этих самых заповедей, в том числе заповеди о плате наемнику. Далее перечисляются три группы социально незащищенных лиц. Вот люди нечестные притесняют вдову и сироту, отталкивают пришельца, вдовы, сироты, пришельцы. Это три группы в израильском обществе, три группы людей, которые нуждались в особой социальной защите. И сам Господь всегда на стороне вдовы, сироты и пришельца. И Господь будет судьей вдов, отцом сирот и защитником пришельцев. Говорится и в книге псалмов, и в законодательных текстах Священного Писания, и у пророков. Сам Господь вступается за вдов, сирот и пришельцев. И их защищает. И вот когда израильтянин, богатый, который может нанять наемников для своих стад, садов и огородов, он притесняет людей социально незащищенных, тем, кому как раз помогать надо, оставлять даже колоссия на поле, чтобы они питались, не дожинать до конца край поля, и в садах оставлять, не все плодовые деревни до конца обтряхивать. Вот вместо этого он, наоборот, притесняет, очень легко притеснить сироту, вдову и пришельца. Они не защищены. У них очень низкий социальный статус, у них нет никакой социальной опоры. Они на краю человеческого общества. Они маргиналы, они маргинализированы этим обществом. И вот когда человек так поступает, социально защищенный, с крепким хозяйством, у которого связи и вес в обществе, когда он так поступает по отношению к социально незащищенным членам общества, то это значит, что он не боится Бога. Так и заканчивается этот пятый стих. «Меня не боятся такие люди», — говорит Господь Саваоф. «Ибо я, Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Израилевы, не уничтожитесь». Начинается другая тема, другое пророчество, начинается с шестого стиха. «Не уничтожатся, сыны Израилевы, остаток спасется». Тема эта новозаветная, и в Новом Завете будет развиваться. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих, и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», — говорит Господь Саваоф. Интересно. Сначала, в шестом стихе, мы считали, что пророчество такое ободряющее. «Вы не уничтожитесь, сыны Израилевы». А с седьмого вновь продолжается тема предыдущих пророчеств, где звучит суровая критика, суровое обличение в адрес современников, автора этого текста, которые со дней отцов своих отступили от уставов моих. Действительно, уже в древние времена, во времена Моисея, заповеди, которые народ получал через своего вождя и пророка, они их не хранили, они их нарушали. Многократно причем нарушали. И не раз мы читаем повествования об этих нарушениях в книге чисел, в книге второзакония, обличительной речи. И так далее. «Обратитесь ко мне, — говорит Господь, — и я обращусь к вам». Вот это обратиться, это возвратиться к Богу, это совершить возвращение к Нему, обращение, то, что называется в русском языке покаяние, очень важная пророческая тема. Господь готов обратиться к людям, если они обратятся к Нему. Если же мы обращаемся к Богу спиной, то как Господь к нам будет обращаться? Если мы пренебрегаем заповедями Господними и нарушаем уставы Его, и не чтим Его, не прославляем Его святое имя, то все то, что называется «обратиться к Господу» от злых дел, то тогда и Господь к нам не обратится. На обращение Господа к нам, Его забота о нас, зависит от нашего обращения к Нему. Это одно из условий. «И оставь нам долги наши, как и мы оставляем, оставляем блажникам нашим». Звучит в молитве Господней, такие слова звучат. Ну, а народ не понимает, как нам обратиться? А как обратиться? Об этом дальше. Восьмой стих. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня? Скажем, чем мы обкрадываем тебя? Десятиною и приношением». Строго заповедано было. Десятины, десятую часть своего имения, десятую часть всего, что ты заработал, десятую часть твоего дохода отдавать Господу. Она тебе не принадлежит. Человек, который присваивает десятину, не отдает ее в Дом Господень, не отдает ее священникам, служителям Господним, он тем самым обкрадывает не людей, а обкрадывает Бога. Десятина, приношения, очень важные статьи Моисеева Закона. «Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня». Не только священники, но и весь народ обкрадывают Бога. И как же эту ситуацию исправить? Звучит инструкция, десятый стих. «Принесите все десятины в Дом Хранилища». Дом Хранилища, во дворе Храма Господня, где хранились десятины. Не обязательно это были деньги. Это могли быть зерновые, могло быть оливковое масло и животные, наконец. «Чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословения до избытка». Опыт церковно-приходской жизни показывает, что там, где в церковной общине все даром, все бесплатно, те общины твердо стоят экономически на ногах и не нуждаются ни в каком внешнем финансировании. Народ откликается. И действительно, хранилища церковные, они переполняются. И если хотя бы в этой... Пусть этот приход даже маленький, пусть в нем всего десять семей, но если все будет даром, а вместо того, чтобы процветало то, что не должно процветать во дворе церковной общины, то есть торговля, если вместо этого всего народ будет делать так, как здесь сказано у Малахии, то есть десятины свои отдавать в дом Господень и на содержание храма, общины, священников, диаконов, то тогда Господь откроет окна на небе и зальет благодеяния на эти семьи до избытка. И это действительно проверено опытом, в частности, опытом церковно-приходского строительства в некоторых странах Европы, где все даром, все бесплатно, и эти приходы удивительно стремительно и быстро, и мощно развиваются и возрастают, и не только духовно, но и материально. Вот такие вот слова, очень важные, я считаю, и актуальные для нас, служителей Нового Завета. И Слово Господне не может устареть, оно не может обветшать. И те же самые заповеди Господни, те же самые правила, они действуют, может быть, еще более даже ясно они звучат сегодня для нас и более являются свежими, даже несмотря на то, что они уже не первое столетие и не первое тысячелетие как представлены человеку и как заповеданы они. «Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих», говорит Господь Саваоф. «Получил ты, студент, стипендию 40 рублей, 4 рубля не твои, это десятина, выкопал ты 10 ведер картошки, одно ведро тащи в церковь, и тогда Господь благословит, и поле твое картофельное, или тогда вот в древности у Израиля что там, виноградники, плоды земные, поля. «И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную», говорит Господь Саваоф. «Земля Израиля, земля Господня, Эра Цисраэль, она земля вожделенная, земля, которую вожделели сыны Израиля, и все народы будут называть вас блаженными». Здесь обращается пророк к израильтянам, к своим соотечественникам. «Если они будут хранить заповедь Господню, и все заповеди божественного закона, и ходить пред Богом, и в обществе будет социальная справедливость, и богослужение будет совершаться как положено, и народ будет бояться Господа, тогда Господь благословит свой народ, и зальет ему благодеяние и благословение до избытка на этот народ. «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя?» Вот постоянное непонимание звучит со стороны израильского народа. А что это мы нарушаем? А что мы делаем неправильно? Все вроде бы формально по букве закона, все вроде бы соответствует служению. Но не только букву закона надо соблюдать, но и дух закона. Нужно позволить духу закона действовать в обществе. «Вы говорите», далее пророк цитирует израильтян, «тщетно служение Богу, и что польза, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде при лицом Господа Саваофа». Ну, тем же, чем заканчивалась вторая глава, здесь в конце третьей главы звучит то же самое. Израильтяне говорят, что служить Богу тщетно, пользы особой нет, и что за польза соблюдать Его постановление, и посты там соблюдать, в печальной одежде ходить. «И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя, делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы». Посмотрите вокруг, говорят израильтяне. «Наглость — второе счастье надмене, и человек наглый, который по головам своих окружающих лезет к успеху, лезет к своему достатку и накопляет имение, притесняя вдову, сироту, пришельца, наемнику удерживает плату». Вот такие люди, они, используя популярное слово, «жируют в этом мире». «Жируют», тогда как другой народ терпит бедствие. Они угнетают их, часто завлекая в ипотечную кабалу. Человек попадает в эти тенета ипотечной кабалы, и может когда-то, как говорится в одной современной тоже популярной песенке, через 48 лет погасит свой кредит, погасит свою ипотеку, выплатит ее. И сегодня, и тогда это все было очень актуально. «Они не боятся Бога, такие люди», говорит пророк. «Но есть те, кто Бога боятся, те, кто трепещут пред словом Его. О них говорится в следующих словах. «Но боящиеся Бога, говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Чтить Господа и имя Господне это не значит, что постоянно Его повторять. К месту, не к месту, клясться, тем более, ложно, произносить имя Его в суе. Это чтить имя Господне, это значит исполнять Его заповеди, освящать это самое имя своими делами, исполнением заповеди Господнем. Молитва может быть краткой, но должна быть искренней от всего сердца, и служение Богу должно быть также искренним и праведным. не должно приносить Богу нечистых жертв. Бог такие жертвы не примет. И вот эти самые боящиеся Господа, здесь сказано, «будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моей в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему». Господь, который был назван чуть выше отцом, Он заботится о своем народе, как о детях своих. И если какие-то наказания и даются, то лишь для исправления этих детей. И даже суровые порой наказания, такие, каким был, например, Вавилонский плен, все это нужно было для того, чтобы народ исправился. «Израиль назван сыном Господнем. Из Израиля вызвал я сына моего», говорит пророк Осия. Эта метафора «отец и сын», она чрезвычайно важна для понимания отношений человека с Богом. Верующие, служащие Богу, это сыны Господни, сыны Божьи. И тогда снова увидите различия между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему. Сейчас праведник может несправедливо страдать в этом мире. Теме страдания праведника посвящена, например, целиком книга книга Иова. Почему совершаются беззакония в этом мире, почему жирует и благоденствует нечестивец, об этом говорят многие псалмы, говорит также такая книга, как книга пророка Аввакума, некоторые другие тексты. Но в конце концов наступит божественная справедливость. Будет божественный суд, который, как сказал поэт, не подкупен звон у злата. И вот тогда очевидный станет между праведником и нечестивым. Праведник будет благословлен и облагодетельствован, а нечестивец будет наказан. Тот, кто служит Богу, Господь его приблизит и возвысит, и еще более освятит, а неслужащий ему будет отвергнут им. В том числе священники, о которых сказано было во второй главе, что помет жертвенных животных Господь раскидает по их лицам, а самих их отбросит от служения себе вместе с этим пометом. Так заканчивается третья глава книги пророка Малахии. Запись делается для библейского портала Экзегет.